всем привет друзья вы на канале sky top games и это небольшой обзор тайн и секретов мира за л никому уже не секрет что на данный момент в игре творится какой-то апокалипсис а именно то что на китайских серверах на картах тэн я вы спокойно разгуливают себе гипер динозавры после недавнего своего видео по гипером ссылочку я оставлю в описании в комментариях мне посыпалось множество вопросов как откуда кто они многие уже знают что на начальных парах своего расцвета в игре были уже эти динозавры но разработчики их убрали из-за огромнейшего дисбаланса и различных других багов перед началом разбора хочу выразить огромную благодарность пуленец виктория которая предоставила мне огромное количество материалов для этого видео спасибо тебе большое ну что же начинаем нужно наверное начать самого начала да и постепенно начну отвечать на ваши вопросы здание на острове sky откуда они многим может показаться что острова в мире за айл населили динозаврами люди но все совсем наоборот люди не создавали динозавров они прилетели на остров и обнаружили что опа ватсон заценика тут динозавра давай проводить над ними опыты да это была не какая-то простая команда людей типа знаменитого исследователя алана гранта все совсем наоборот организация под названием apollo engineering кстати на заставке игры мелькают те самые логотипы корпораций обрати внимание что проскальзывает картинка с напоминанием что-то типа top secret совершенно секретно о чем это говорит о том что эта организация стала проводить опыты над бедными зверушками короче основавшись на острове люди стали строить всякие лаборатории вышки порты и так далее начали вылавливать динозавров и делать как я сказал ранее различные опыты проще делать из них не пойми что различных гиберов нейро тенических и магнатических кстати обрати внимание на этот кадр заставки ученые делают нейро тенического спина для чего нужно было это все людям ну скорее всего чтобы создать идеальную машину для убийства продать ее в какую-нибудь военную корпорацию и поиметь большую кучу денег помните фильм про метей а дэвида да то же самое только там дэвид экспериментировал и собирался создать уникальную расу чтобы подчинить их и стать богом среди них но сходство есть корпорацией был создан магнатический рекс гипер эндокринный спинозавр нейротенический спинозавр гипер эндокринный гиганатозавр гиперкорнотавр но и на закуску совершенное существо которых люди создали это матриарх это существо могло уничтожить всех перечисленных гиперов матриарх являлся терозавром наполненным и со и гипер эндокринным материалом у него был потенциал вырасти больше чем пуэртозавр ранее кстати скелет матриарха можно было увидеть на суше карты v3 а теперь он находится под водой в озере титан тем кто пишет реплеи советую посмотреть на его скелет это удивительно от чего умер матриарх мне пока непонятно но вроде как однажды зарекнулся разработчик умер он не от голода но эксперименты экспериментами но что-то пошло не так и все уникальные экспонаты которые создала корпорация apollo engineering сбежали из лабораторий на острове начался огромный хаос вот картинка заставок которая подтверждает нам что гиперы сбежали как и все виды мутаций тут сбежал гипер или нейротинический но скорее всего гипер так как у гиперов шипы на спине обрати внимание справа человек это все происходит в лаборатории картинка с отпечатком руки с кровью тоже подтверждает что эксперимент провалился видать кого-то схватили теория такова что половина людей сбежала с островов в 3 а некоторое количество все-таки закрылась в своих бункерах возьмем две теория теория с камерой на вышке если проходить мимо этого места и попасть в поле зрения камеры она постоянно будет поворачиваться в твою сторону даже на заставке игры в главном меню посмотри на главное меню игры что ты видишь видео где бегают динозавры с камер наблюдения которые следят за игроками теория с морганием монитора когда вы находитесь рядом с человеческими постройками может уцелевшие люди еще внутри и включено какое-то защитное биополе тебя же это раздражает в игре не так и ты уходишь это наверное касается всего того что вы хотели знать о лоре игры если я где-то упустил какой-то факт дополните в комментариях под видео итак теперь о гиперах давайте поговорим про тип мутации гипер гипер эндокрин гипер эндокрин или его часто называют тип h является первым известным мутагенным штаммом на острове поскольку этот штамм увеличит размер и массу динозавров что сделает их почти неубиваемыми монстрами если только они не будут потреблять достаточной еды для поддержания своего снижающегося метаболизма или люди из корпорации не убьют их особыми пулями способности у субъектов с гипер эндокрин штаммами будет происходить быстрое восстановление здоровья субъекты с гипер эндокрин штаммом получают возможность быстрее излечивать сломанные кости а также получают значительное улучшение здоровья у субъектов с гипер эндокриновой нагрузкой на теле появляется толстая броня также штамм значительно увеличивает их в размерах но есть и свои побочные эффекты субъекты с этим штаммом будут иметь высокий метаболизм что означает что они должны потреблять много мяса и имеют недостаточное восстановление выносливости меня кстати кто-то спрашивал в комментариях под видео sky есть гипер юта да в заставке можно ее увидеть но она правда мелькает слишком быстро вот и гипер юта ну что же ну а вот вам инфа про гипер рекса не путать с тиранозавром гипер эндокринный тиранозавр самое могущественное существо на острове на данный момент гипер рекс был временно добавлен в режим прогресса в патче 01 2595 и был официально удален из публичного использования в обновлении 0137 55 самая крупная форма тиранозавров гипер эндокрин тиранозавр третье по величине существо гипер эндокрин на острове после гипер эндокринного гиганатозавра и гипер эндокринного спинозавра этот тиранозавр имеет немного более узкую морду с более выраженными надбровными дугами чем нормальный тиранозавр этот тиранозавр способен сразиться с любым динозавром которого пожелает даже пуэрто размером с титана не сможет с ним сравниться у данного тиранозавра броня прямо до кончика хвоста также мы видим что у него больше зубов чем у обычного аналога он намного больше обычного тиранозавра возможно его длина составляет 60-70 футов хотя он может обогнать большинство существ на острове но не может обогнать ютораптора големима карнатавра из-за своего размера этот тиранозавр имеет более сильную силу укуса чем его обычный собрат сила укуса будет настолько мощной что даже броня анкилозавра не остановит ее из-за своего огромного размера этот гипер должен иметь полный желудок чтобы обеспечить достаточно энергии для своего огромного тела это означает что все животные острова находятся в опасности когда находятся рядом с этим динозавром единственные живые существа которые могут быть по-настоящему защищены от этого это другие гипер эндокрины и зауроподы поскольку в обеих группах есть животные большего размера этот гипер может нанести огромный урон может также быстро себя восстановить и имеет огромное количество здоровья он чрезвычайно мощные и почти не остановить он способен уничтожить целое стадо травоядных его самый большой враг это голод так как ему постоянно нужно охотиться и есть чтобы выжить одним из немногих существ способных соперничать с этим гипером будет магна который как говорят достаточно силен чтобы убить его магна способности его размер находится между его гиппо аналогом и его нормальным аналогом не так голоден как гиппо он может выжить нет ничего невозможного в том чтобы убить его запах магна рапторов очень сильный он может чувствовать тепло тела имеет красное зрение как инфракрасный вид способности очень скрытные и имеет хорошую скорость также маскировочная способность его размер примерно равен нормальному аналогу ну как я сказал ранее ну а мы переходим дальше друзья гипер спина гипер эндокринный спинозавр один из новых штаммов спинозавра который не следует путать с обычным спинозавром также имел огромные проблемы с балансом гипер эндокриновый спинозавр крупнейшее плотоядное животное на острове сам по себе могущественное плотоядное животное у него есть два клыка чтобы нанести большой урон своей добычи или более эффективно схватить добычу он может ходить на двух и на четырех своих лапах ему сложно бегать из-за его маленьких лап и тяжелой передней части его тело очень остро конечное над передними конечностями возможно чтобы защитить его от атак спереди хотя скорее всего это только для визуальных эффектов его самая уникальная особенность это способность раскрывать челюсти на три части и проглатывать добычу целиком как у того же самого гипер эндокринового гиганотозавра тем не менее он может проглатывать добычу размером плюс-минус чем взрослые тиранозавр где-то такого роста примерно у у него также есть большая остроконечная дубина на хвосте на данный момент пока непонятно для чего он используется хотя он может помочь ему плавать либо защитить себя от нападающих гипер эндокринный гиганотозавр тоже является крупным хищником кстати он даже больше чем гипер эндокринный тиранозавр но немного меньше чем гипер эндокринный спинозавр также имеет шипастый хвост это самый медленный гипер эндокрин что может быть объяснено всей броней на нем которая значительно громоще чем у других гипер эндокринов также есть меньшие ряды зубов которые могли бы помочь ему сбить добычу схватив ее большими рядами и позволив меньшим нанести ущерб однако открывая свои челюсти он по-видимому испытывает при этом боль в результате своей мутации гипер карна этот монстр стал настоящим чудовищем и превосходящим своего меньшего собрата видом способным к более быстрым поворотам и способностью охотиться на крупных травоядных которыми его собрат не мог столкнуться раньше что делает его вершинным хищником на любой карте и в любой среде в которой он может путешествовать достаточно быстрый штамм способный обогнать большинство динозавров в охоте но он может быть убит другими штаммами такими как гипер эндокринные гиганатозавр или более крупные хищники такие как динозух либо тиранозавр рекс у всех этих штаммов также имеются различные способности но наверное скорее всего об этих способностях я вам расскажу потом в следующем нашем видео нейротенический спинозавр очень худощавые и почти скелетной внешностью с угольно черной кожей и немного более бледным подбрюшьем в отличие от других штаммов парус нейротенического спинозавра обнажен и одновременно служит биолюминесцентными сигнальными антеннами которые по слухам способны отключать зрение других динозавров у него также есть плоский хвост по-видимому для плавания его строение черепа резко отличается от строения обычного спинозавра безглазый с костлявыми выступами по обе стороны черепа следовательно никакого чувства зрения но с углублениями на морде и расширенными скулами для теплового обнаружения у него есть рот полный острых как иглы зубов а также тонкий длинный и выдвижной язык конец которого покрыт гарпунами шипами на каждой из его лапы есть один ненормально длинный коготь который он использует чтобы рубить и выводить из строя свою добычу кстати еще один небольшой факт про нейротенических подвидов они могут имитировать звуки других динозавров ну что же друзья на этом я буду заканчивать свой обзор всем кому понравилось обязательно ставим пальчик вверх подписываемся на канал жмем колокольчик дабы не пропускать новые наши видео ну а всем кто смотрел я хочу сказать огромное спасибо всем тем кто помогал мне с информацией для этого видео все друзья всем пока до новых встреч пока